Руккола. Ее надо есть с едой. Просто так она горькая. Руккола, брокколи, горох, редис. Все вырастил Платон. Микрозелень – его бизнес. Сам он занимается спортом, правильно питается. Тему ЗОЖ перенес и фабрику предпринимательства. Несколько месяцев он учится вести бизнес и все успевать. Я распределяю время, что надо, когда делать. Например, книгу 40 минут читать, час гуляния и два часа урока. Тайм-менеджмент – не главная дисциплина. Здесь дети изучают ораторство, введение в предпринимательство, лидерство. Последний руководитель фабрики Инна Тихонова считает самым важным – научить ребенка быть опорой себе и всей команде. По ее словам, 70% учеников не играют в бизнес, а живут им. Пусть и мы 10-13 лет. А что может быть еще интереснее в детстве, чем сварить дома мыло красочное, красивое, либо своими руками сделать шоколад и получить от этого удовольствие. Наверное, поэтому так долго и подбираем мы бизнес-идею для ребенка, потому что наша задача не навязать вот это прибыльно, вот этим занимайся, а монетизировать хобби. За время обучения дети могут перепробовать несколько видов деятельности, пока не найдут то, от чего глаза горят, а руки чешутся. Кира хотела научить брата мыть руки и сварила мыло в виде шоколада. А теперь это ее бизнес. Я заключила договор с торговым центром, то, что я буду продавать свое мыло в торговом центре. Сейчас я даже своим друзьям, подругам помогаю и их там подталкиваю, чтобы, потому что тоже они, одна девочка, которую я подталкивала на идею, она очень вкусные пирожки готовит. Я к ней прихожу поесть. Она начала готовить пирожки, и мы вместе с ней ходили по школе и продавали. Чтобы дети набили меньше шишек, секретами и советами с ними делятся взрослые предприниматели и отвечают совсем не на детские вопросы. Налоги, составляющие, как правильно вкладывать в продажу свои продукции, что надо учитывать то, что не только затраченное время, но полностью вся себестоимость, ну и, конечно, ценить свое время, которое ты потратил на изготовление той или иной продукции. Одна из выпускниц курсов в 14 лет оформила АИП и получила грантовую поддержку. А на недавней Барнаульской фабрике торговали 33 ученика фабрики предпринимательства и заработали свои первые деньги. По словам родителей юных бизнесменов, с появлением предпринимательства в жизни детей, те стали более дисциплинированными и ответственными. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком.